Всем привет! Сижу в ресторане видовом, и здесь очень красиво, смотрите, освещение, никого нет. Поэтому для нас с вами судьба, чтобы провести прямой эфир хотя бы ненадолго. Привет! Спасибо большое, Катюш, хорошего дня, и вам хорошего дня. Уже, наверное, даже вечера. Скажите мне, пожалуйста, как слышно? Привет-привет. Всем приветики. Люблю твои эфиры. Спасибо большое. Я раньше, если честно, кто помнит, может быть, когда у меня была большая страничка. Я довольно часто проводила эфиры. Привет. Всем привет. Присоединяйтесь. Пока. Так, поговорю. А потом почему-то в какой-то момент я поймалась на мысли, что от часового эфира я очень устаю. И вот у меня остался такой неприятный осадок, что эфир это сложно, тяжело. Потом такую возможность... У меня инстаграм вообще заблокировало за нарушение на большой странице, которая была Колесниченко Афишл. Ну, и как-то я отвыкла от них. А сейчас ввожу такую приятную историю опять в нашу с вами жизнь. За что я люблю эфиры? Ну, во-первых, за то, что это быстрые ответы. Во-вторых, за то, что это, конечно же, живое общение с вами. Также мне очень приятно, что в эфирах, в сохраненных эфирах, не видно потом, какие вопросы писали, потому что иногда там бывают деструктивные вопросы, и их можно просто игнорировать. Прямой эфир делают из-за сердечек. Нет, нет, я лично делаю из-за того, что мне приятно, что человек может зайти на мою страницу и побывать в ощущении такой, знаете, реальной беседы. Я никого не жду. Я пошла побаловать себя после укольчиков в клинике. Просто так вот, знаете, когда в центре нахожусь, я смотрю в гугл-картах, какие ресторанчики мне бы хотелось посетить, и иду на обед, обеда-ужин в эти ресторанчики. Так вот. Привет из Израиля. Так, там опросики были. Вы не пытаетесь восстановить вторую страницу? Обычно восстанавливают. Почему у вас обе уже безвозвратно блекнули? Знаете, первую страницу уже очень давно у меня удалили. Это было за несколько дней до общей блокировки Инстаграма. Ее уже восстановить невозможно, потому что ей присвоили другое имя, какой-то там номер, юзер какой-то. То есть все. Конечно, если я погружаюсь в те мысли, у меня душа болит. Потому что там страница была 2013 года, и в этом году я могла бы отмечать десятилетие. Там было очень много классных фоток, видео. 10 лет моей жизни. Ну ладно, 10, чуть поменьше. А вторую страницу я попала под очень жесткий блок, потому что взяла на рекламу копии брендов. И после санкций это особо такое жесткое нарушение, при том, что у меня было несколько брендов в рекламе. И очень сложно восстановить, к сожалению, страницу. Но я так благодарна моей аудитории, которая перетекает каждый раз ко мне. И страница, страница, это уже третья. И представляете, некоторые подписчики заходят и пишут, Кать, у тебя же было больше подписчиков. То есть людям даже не приходит в голову, что это уже, бог знает, какая страница на самом деле, не та, которая была раньше. Очень красиво, спасибо большое. Свекровь на машине приезжала. Нет, она прилетала самолетом. Спасибо ей огромное за это. Это был наш первый опыт, когда бабушка к Саушке прилетела сама. Не мы летели, например, а прилетела бабушка. Дело в том, что в Москве отопление же еще не включили, и в некоторых квартирах очень холодно. А я себе молодец, какая я молодец. Сделала себе теплые полы. И поэтому для меня межсезонье, в принципе, никакого дискомфорта не доставляет. У бабушки, к сожалению, в квартире достаточно прохладно было на тот момент. Ну, сейчас, наверное, тоже. Вот, а у Саушки не хотелось его таскать, потом привезти, например, с соплями. Ну, и чтобы он спал в холодной квартире. Катенька, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, про Карину Юлину, не шаманка. Смотрите, Юля знает Карину, мне кажется, уже почти десять лет. Я видела, что она ее рекомендует, но никогда не соприкасалась. Но потом произошли такие события. Я думаю, что кто на меня давно подписан, вы знаете, что когда-то у меня была подружка такая вот особенная. И потом наши пути разошлись. И, к сожалению, мне нужно было защищаться от такой подруги. И защиту мне очень классную предложила Карина. И она очень много что видит. Она очень сильная. И опять же таки, знаете, вот я выложила вчера историю про Юль на колесо. И встречаю негатив. То есть вы обманываете, мне пишут, что вы обманываете. Я никого не обманываю. Каждый из вас, совершенно зрелая личность, взрослый человек сам для себя может решить. Верит он в это, не верит, что для него обман, что не обман. Я заведомо ложного ничего через свой инстаграм не даю. Это мой принцип. Это противоречит... Привет из Калины Града. Противоречит моим принципам. Я не буду в смысле... И я деньги не беру за рекомендацию с Кариной. То есть это совершенно от чистого сердца история. Если она вам не откликается, но вы при этом воспитанный человек, в принципе адекватный, вы просто можете пройти мимо, никак не комментируя этот момент. Даже если вас раздражает, то вопросы к вам. Почему вас раздражает мой контент? Почему я могу так просто вывести вас из равновесия? Наверное, есть какая-то более глубокая причина такого поведения. Вот. Когда люди пытаются обвинить кого-то в шарлатанстве, в мошенничестве, меня в обмане, это просто стиль жизни. Обвинять всех вокруг. Этот стиль жизни... Чем плохо? Тем, что такие люди расходуют свою энергию на возмущение, и энергии у них не останется на личные достижения. И очень часто люди, когда находятся в такой защитной детской позиции, бунтующего ребенка... Я чуть-чуть уже... Я, кстати, прошла групповую терапию Марка Бартона, и там столько классно информации, особенно про вот эти эго-состояния. Я теперь четко вижу, кто, значит, с какой позиции ведет коммуникацию с миром, в отношениях. Это очень классно. Бывших подруг я не комментирую. Маленькую отсылочку сделала, просто чтобы вы понимали, почему Карина фигурирует у меня в Инстаграм. Потому что я на собственной шкуре проверила, и восхищаюсь ее даром. И очень благодарна ей за то, что она помогает мне, моему ребенку, моим близким и так далее. Спасибо большое вам за добрые слова. Малыш мой в саду, в детском саду. Сейчас я с вами договорю и поеду за ним в садик. Очень хочет он, кстати, прокатиться на метро, узнать, что это такое. Привет из Амурской области. Город Свободный. Свободный. Отличное название города. Расскажите, пожалуйста, про Карину. Вот рассказала. История с Кариной, конечно, то, что я выкладывала сториз. Знаете, как это было? Мы постоянно с ней общаемся. Если что-то там какое-то, то есть вплоть до того, что там что-то во сне неприятное, или наоборот классное, или классные события происходят, я обязательно с ней делюсь, потому что мне важно дать человеку обратную связь. И когда Юля была на море, Карина била тревогу. Ну, в адекватных рамках, конечно, но предупреждала быть осторожной и так далее. И я вот думала, интересно. Я просто думала, интересно. Ничего не произошло. Все хорошо. Будет ли какая-то история после этого? То есть как-то мы узнаем о том, все-таки ворон, была угроза или нет. И вот узнаем такой момент. Конечно, я не вожу машину, поэтому я не знаю чем. Во-первых, не могу понять, как саморез может пойти в колесо. Как его кто-то держал, его кто-то воткнул. Ну, то есть для меня это немножко непонятная история, потому что мне кажется, что саморез, даже если попадается на дороге, он лежит не острием вверх. Привет из Франции, Катя. Здравствуйте, всем привет. Присоединяйтесь. Дом, в котором жили с Алексеем, он сейчас живет там? Нет, он съехал. Это был съемный дом. Когда он съехал, я не знаю. Я там не живу уже два года. Я тоже вас потеряла, снова подписалась, из-за чего банят страницы. Я раньше чуть-чуть рассказала. Привет из Южной Кореи. Узбекистан, привет. Добрый вечер. Первый раз в Питере. Куда сходить? Посоветуйте, пожалуйста. Вы знаете, Google вам в помощь. Если вы хотите ресторан, просто пишите какие-то там, либо лучшие рестораны Питера, либо знаковые рестораны Питера, или просто куда сходить в Питере. Пользуйтесь интернетом, ни в чем себе не отказывайте. Потому что вот мне, например, когда пишут такой вопрос, я... Нет такого, что я эскурсовод, например, или я владею какой-то суперинформацией. К тому же у меня предпочтения могут быть совершенно другие. И я начинаю прямо напрягаться. Я даже помню специально такой вопрос, уже не первый раз, и я вопрос-ответ укладывала уже. Эту кучу ресторанов поставила. Градации. Подешевле, подороже. И у меня слетел этот сториз. Я не стала его переделать, потому что меня очень бесит, когда так происходит. Я чувствую потраченной силой. Не стала уже. Ну, вы поняли, да? То есть... Что мне нравится? Если из дорогих прям... Ну, это... Как же он называется? Такой пафосный дорогой ресторан с живой музыкой. Или Лага. Есть такой, да. Так, что еще? Си сеньора, по-моему. Адреса не помню, не могу так вам сказать. Название тоже мне долго нужно вспоминать. Опять же, кухня бывает разная. Вот я, например, люблю устрицы. Люблю устрицы. И если в ресторане, например, грузинская кухня, я туда не пойду. Для меня она слишком такая сытная, тяжелая. То есть это ассоциация с каким-то тестом. И такими пряными... Пряным ароматом. Как дела с учебой в автошколе? Дистанционно сейчас прохожу обучение. Не всегда, конечно... Не всегда... Не каждый день занимаюсь. Но вот сейчас подхожу к этапу, когда надо сделать медицинскую справку. А я ее не сделала. Ну, надо мне уже брать уроки вождения с инструктором. Юля может подать апелляцию и вернуть квартиру? Если честно, я не очень в курсе, что он там может, что не может. Это... Ну, как вам сказать? Я музыкант по образованию? Вот эти вообще все суды для меня это что-то такое страшное, непонятное. Катюш, прекрасно выглядишь. Пример для меня сильной женщины. Спасибо большое. Сильная женщина, наверное, для меня не самый желанный комплимент, но... Наверное... Знаете, как в последнее время чем занимаюсь? Своим внутренним состоянием. Отслеживаю, что меня триггерит. Пытаюсь понять, почему меня триггерят какие-то вещи. Вчера слушала очень классную лекцию Марка Бартона о видах отношений. Созависимые, контрзависимые. И, ну, деструктивные формы, конструктивные. Это было очень интересно. Как относишься к ЛГБТ? Плохо, честно скажу. Я... Ну, как... Ни в коем случае никакой агрессии, но в моем кругу я бы минимизировала ЛГБТ, потому что моя психика не способна это принять. Мне кажется, если я попаду, например, в заведение, где все только ЛГБТ, у меня произойдет психологическая травма. Почему-то мне так кажется. Саморезы это самое распространенное, частое, что может попасть в шину у каждого водителя. Так. Каждый талый сезон у нас шиномонтаж, ничего удивительного. Хотя многие девушки, девочки и удивляются. Да, но талый сезон... Солнышко садится. Талый сезон был когда? Где вы сейчас сидите так спокойно? Скажите, классно, да? Музычка играет. Смотрите. Смотрите, какое освещение включили классное. Это Люче. Называется ресторан. Видовой ресторан. Находится недалеко от Невского проспекта. Вот. Естественно, адрес я не помню. Вот. Но очень круто. Я поела, мне было вкусно. Я просто балую себя. Я хожу в ресторан. Если есть компания, классно. Если нет компании, я наслаждаюсь тишиной, спокойствием. Даже если честно, я рада, что здесь никого нет. Потому что я спокойно поела, я прям прочувствовала вкус еды. Сейчас я спокойно могу пообщаться с вами и не думать о том, что я чьи-то границы буду нарушать, я кому-то буду мешать. Я переживаю по этому поводу относительно границ других людей, уважительно к ним отношусь. Поэтому, если бы здесь были люди, например, я бы не смогла выйти с вами в эфир. И нам бы приходилось опять с вами общаться из таксишки. Хотя я ничего страшного в таксишках не вижу. Сладкое ешь. Сегодня, вчера я поела сладкое, но, представляете, у меня была такая история. Я, в общем, обдоглела и стала на ночь заказывать самушке вкусные точки. Вместе с ним эти бургеры хомячить, картошку фри, его там какие-то пироженки сладкие. И поняла, что у меня из моего любимого веса, там 56-57 килограмм, уже 61. Я думаю так, что это происходит. И в качестве эксперимента я упразднила все сладкое с рациона. То есть это даже сахарозаменитель убрала и пила горький. И молочку. То есть никаких вот этих вот капучин и ничего. На недельку. Без, ну правда, плюс циридоксин, честно сказать. Вот такая была история в этот раз. И вес за неделю ушел. Ушли ненужных 3 килограмма. Представляете, какое чудо. Так что рецепт есть. Сколько дней в неделю тренируешься? Ну, мне достаточно, по моим ощущениям, два. Перегибать палку я не хочу, потому что я знаю, что может наступить отторжение, отвращение, когда слишком тяжело, когда слишком болят мышцы. Мне так нельзя. То есть я когда-то в свое время, если помните, кто на меня давно подписан, помните, тренер Олега. Тренер Олег тренировал меня. И на примере с ним я поняла, что для меня максимально корректно это все-таки два раза в неделю без напряга. То есть для поддержания штанов. В моем окружении есть ЛГБТ. Но в очень маленьком проценте. И к тому человеку, к тем людям, которые относятся к ЛГБТ, именно в моем окружении я отношусь хорошо. Я помню тренера. Как приятно. Как бы давно это было вообще. У него родился ребенок, кстати, недавно. Мальчик. Всем привет, кто присоединился. Ты же в Питере, много всего знаешь. Можешь назвать себя местным? Знаете, даже не стану этого делать. Я не гонюсь за этим званием. Местный, не местный для меня это совершенно не является никаким показателем. Помимо того, что если называть себя, например, местным, то, как мне кажется, берешь на себя обязательства за знание улиц и каких-то мест. Поэтому мне не хочется на себя брать эту ответственность. И вообще, когда люди говорят, тебе не тяжело было переезжать в другой город. Вот надо поближе к Москве, к сестре. У меня нет ощущения того, что другой город как-то на меня стрессово не влияет. Потому что я за свою жизнь очень много раз переезжала. Это еще с родителями. В 11 лет мы переехали с Одессы в другой город, даже в село, в деревню. Прожили там 5 лет. Потом уехали в город, получается, 15 лет. Прожили там тоже в районе 5 лет. Потом уехали в Россию, в Краснодар вместе с Кубанским хором. То есть, понимаете, да? Потом 3 года в Краснодаре в Кубанском хоре. Потом Москва. Тоже почти 3 года, 2,5 года на Думе-2. То есть, у меня постоянно меняется локация, и я адаптирована к таким переменам. Город для меня ощущается, знаете, как моим жильем. То есть, если я живу в плохих условиях, в плохой квартире, некрасивой, я буду страдать. Я очень много удовольствия получаю от интерьера, от всего прекрасного. То есть, это меня заряжает энергетически. И именно поэтому я жила долго на съемных квартирах и преследовала цель снимать красивое жилье. И у меня даже не было такого ощущения, вот как мы с сестрой недавно разговаривали, что это не моя квартира, что я страдаю от того, что это не моя квартира. То есть, я считала, что это моя квартира. Вот. Сейчас, конечно, я очень кайфую от того, что живу в своей квартире, то, что там сделан ремонт, как мне нравится. Вот. Но так, чтобы наконец-то я стала дышать кислородом, знаете, вот это ощущение? Наконец-то сделала глоток. Такого нет. То есть, более спокойно. Боитесь старости? Ну, безусловно, не хотелось бы быть некрасивой, поморщенной, старой, там, картошкой. Этого мне не хочется лицезреть в зеркале, но я знаю, что старость, это, знаете, скорее, как мне кажется, вот если размышлять, это не про количество морщин, а это про депрессию. Потому что, вот, я упустила весь свой шанс, вот, я уже никому не нужный кусок говна. То есть, старость такая, которую я сейчас описала, в принципе, может не наступить никогда. Да? То есть, меня успокаивает тот момент, вот когда девушки там переживают, ой, 30 лет что делать? Меня успокаивает тот момент, что стареют все. Все ваши одноклассники вместе с вами, все ваши знакомые друзья, все стареют, взрослеют. Нет такого, что только вы, раз, постарели резко. Поэтому я отношусь очень философски к этому, адекватно. И даже, знаете, сидела на сайте знакомств и хотела, обратила внимание на такой момент, что я смотрю там 30-летних парней и думаю, какого хрена они стали малолетками. Потому что мне это 35, понимаете, да? Вот. Когда-то я смотрела на 30-летних и думала, ой, ну его, старый такой. Вот. А сейчас, получается, это уже не моя возрастная категория. Мне 46, я считаю себя старой. Я думаю, что здесь, знаете, как какое-то навязанное мнение. Мы, понимаете, может быть, когда-то, когда наши мамы и бабушки были в 46-летнем возрасте, это считалось старым, да? То есть это устаревшее какое-то понятие. Сейчас в большинстве случаев женщина и выглядит по-другому, намного моложе своего возраста. И достижения происходят какие-то по жизни, да? У женщин не до 25 лет, а позже. То есть период взросления, я назвала бы это так, да, после 30-ти, он прекрасен, может быть, не такой свежей приятной кожей, да, но он прекрасен достижениями, он прекрасен опытом, он прекрасен новыми границами, новыми возможностями. И тут можно перечислять до плюс бесконечности. И к тому же общество гармонично вместе с вами. Если вам кажется, что вы старуха, значит, либо у вас есть пробелы в саморазвитии, которые надо бы заполнить, да? То есть пустота, пустота, и туда накидывается в эту дыру пустую, которую не заполнили саморазвитием. Какие-то страхи, критика. Критика. Критиковать себя, что вот 46 лет и старая. И что? Ничего не достигло? Тогда нужно вернуться к этому вопросу. Что сделать, чтобы достигнуть? Время еще есть и так далее. Какие мужчины вам нравятся? С какого возраста? Вы знаете, нет такого, что какой-то конкретный возраст, но однозначно не младше меня. Это я уже поняла. У меня наступило такое четкое сознание, что, как это выразить, свое ощущение, ощущать себя в безопасности, ощущать себя слабой, наивной девочкой, вот как я хочу ощущать в отношениях. Я смогу только с мужчиной, который старше меня. То есть у него выше достижения, выше интеллект. То есть я могу им искренне восхищаться. Мужчины, которые младше меня, я очень часто прослеживаю к ним материнские чувства. Поэтому даже если мне, например, визуально нравится молодой человек, и даже если он мужественный во всех своих проявлениях, наверное, я бы не стала рассматривать его как потенциального мужчины. Мне 42, я похудела. Это я читаю сообщение. Привела себя в порядок, в шикарную форму, нравлюсь себе сейчас больше, чем 25. Вот, вот. Это девиз нашего времени, что ты во взрослом возрасте выглядишь лучше, чем в молодости, чем в 25. Я тоже могу сказать, что я нравлюсь себе намного больше, чем в 25, чем в 20 даже. Поэтому хотела бы я вернуться в тот возраст? Нет, боже упаси. Не то, что я его презираю, не люблю, но там не было ничего за спиной. Там было много страхов, там было много сложностей. Поэтому точно нет, не стало бы даже. Ты рассматриваешь мужчин с детьми. Вот вы знаете, сейчас, да, сейчас, конечно же, у меня самой ребенок. А вот раньше я их браковала жестко. Я думала, зачем мне идти на контакт с ребенком мужчины? Зачем мне или несколькими детьми? Вот он будет с ними проводить время, общаться со своей бывшей женой. Зачем мне это нужно? И бывало такое, что я встречала достаточно интересных мужчин, но меня не устраивала их вот эта история семейного положения. Поэтому до 35 лет мы молодежь. Да, кстати, спасибо, что напомнили. В чем вы с Юлей разные? Вот я раньше думала на этот счет. И знаете как, мы же не можем составить 100% объективное мнение о себе. Мне казалось, что она там какая-то вспыльчивая, а я добрая. Вот такое вот. А сейчас я понимаю, что у меня очень жестко отстроены границы. У меня очень жесткие границы. У Юли наоборот. Она намного мягче и 10 лет жила в абьюзивных отношениях, где ей приходилось молчать и границы были иногда даже стерты. Вот, поэтому... Разные, может быть, я перфекционист. Юля умеет делать быстро. У нее, знаете, как количество. Даже по инстаграму вы можете судить. Она может делать большие объемы. 5 квартир. Рекламу она делала в свое время. Она даже вошла в историю как человек. Представляете, у нее была большая страница. И самая дешевая реклама. Она рушила рынок. И на вот этих, не помню конкретно каких лекциях, семинарах, ее ставили как антипример. Как человека, который рушит рынок по рекламе. А ее мотивация была в том, что она дает возможность рекламироваться людям, у которых только на начальной стадии бизнес. Которые не обладают каким-то... Какой-то внушительной финансовой подушкой, капиталом и так далее. То есть, получается, что у нее был очень такой приличный объем. Но она его вывозила. Выгребала. Это очень ресурсно. Это круто. Вот. Я лучше сделаю... Все, что я делаю, даже рекламу. Когда я делаю рекламу, у меня стопроцентно четкое ощущение, что я рекламирую свой продукт. То есть, я стараюсь как для себя. Я получаю удовольствие от того, какой получился контент. Я всегда думаю о том, как будет чувствовать себя зритель, когда будет смотреть рекламу, чтобы ему было весело, чтобы ему было приятно. Когда... Я обожаю рекламировать шмотки. Когда я рекламирую шмотки, я прям добиваюсь такого эффекта, чтобы это было вкусно. И в этом я расту, кайфую. Для меня, можно сказать, даже вот мое дело, это хобби. Представляете? Хотя вы оба овна, но разные. Да, это очень интересная история. И я даже... Мы даже родились практически в одно и то же время. Понимаете? То есть, разница примерно 20 секунд. Вот. Но мы действительно разные. И разные ощущения жизни у нас. Здравствуйте. Кофе на кокосовом. Я думала, Юля быстро найдет мужа. Но, знаете, быстро – это не всегда качественно. Вообще, психологи рекомендуют после отношений, особенно абьюзивных, сделать паузу. Идет пауза. Во-первых, прийти в себя, наполнить то, что опустошено после абьюзивных отношений. Он покажет куда. Вот. Потому что иначе очень велика вероятность нырнуть точно в такую же историю. Просто на манеже все те же. Просто поменяются действующие лица. И все. Как бороться с ревностью мужа? Не могу спокойно куда-то сходить без него. Вот, вы знаете, только вчера смотрела лекцию о созависимых в отношениях. Созависимых. И как раз-таки это те люди, которые не могут оставаться наедине. Наедине. Которые не могут откусить своего партнера. Я думаю, что ревность где-то рядом с такими. И созависимые – это ведь травма. Вот. Поэтому я думаю, что… Вообще, я всегда считала, что ревнивцы… Как бы нам поставить так, чтобы… Ревнивцы… Ревнуют, потому что судят по себе. Ну, либо они уверены в себе, либо они переносят просто свой негативный опыт, устоявшийся, чтобы им изменяли в отношениях, потому что партнер гулял отдельно. Все. Они неосознанно переносят этот опыт на новые отношения. И все, что происходит в нашей жизни неосознанно, конечно же, это неправильная история и часто разрушительная. Для меня, например, я доверяла всегда в отношениях своим бывшим мужьям. Вот. Не всегда это было хорошо. Для меня, конечно. Вот. Но, по крайней мере, меня не изводили вот эти вот сумасшедшие эмоции вообще в целом. Если не можешь доверять партнеру, рядом с этим партнером нечего делать. Вот. Я считаю. Потому что это, наверное, действительно страдания. Так, сколько мне надо, сколько мне надо, сколько мне надо на взрослых молоках? Да. Как же ты? Не, мне не надо. Ты приемлешь сожительство без брака? Вы знаете, раньше я бы не знала, как отвечать на этот вопрос. У меня всегда тяготил быт, честно скажу. Но сейчас, отталкиваясь от мнения психологов, естественно, мы говорим «нет» сожительству. Ну, потому что истолковывается в нынешней реальности это как использование, бесплатное использование женских ресурсов, что вот, мол, бесплатная жена без ответственности, без вступления в законные отношения. Поэтому на моем опыте могу сказать, что я живу два года без отношений, без мужчины с сыном, и мне настолько классно, что, в принципе, представить, что я сейчас должна буду заботиться о каком-нибудь человеке, мне, наверное, это как-то мой комфорт немножко пошатнет. Поэтому просто так, за красивые глазки, я бы не пустила, конечно же, на свою территорию мужчину. Ну, или не поехала бы на его территорию, потому что, естественно, в моем понимании это какая-то нестабильная ситуация. Чисто вот даже взять момент с перевозом вещей, пока ты не жена, дай сюда мотаться. Нет, я бы не стала этого делать. Господи, у меня чуть не побелело все мое сознание от вопроса. Конечно, я Кузина не рассматриваю. Это странный вопрос. Надеюсь, не Кузин пишет. Люблю смотреть твои эфиры. Спасибо большое. Спасибо большое за хорошее сообщение, за приятное. Очень вам благодарна, очень вас ценю. В целом хочу сказать, что в данном чате нет совершенно деструктивных сообщений. И за это вам большое спасибо. Это очень приятно. Просто сообщение потом не будет видно в записи эфира. Я хочу просто обозначить это, чтобы следующие зрители, которые смотрели об этом, знали. Да, после абьюза собираешь себя по частям. Но он подсветил много всего, над чем нужно задуматься. Вы знаете, я проходила один женский интенсив по женской эффективности. И там затрагивалась очень эффектная тема относительно того, что, когда вам попадается какой-то абьюзивный партнер, он подсвечивает ваши недостатки. То есть, если это маменькин сынок, скорее всего, вы выходите в общение с мужчиной с материнской энергией. Скорее всего, вы грешите гиперопекой. Получаете такого партнера, чтобы он подсветил вам, где вы делаете перекос. Соответственно, если мы берем альфонсов, это тоже история с перекосом в финансовой стороне. То есть, вы, получается, берете на себя слишком много ответственности. Если мы берем абьюзеров, домашнее насилие, да, тут очень ярко показано, что вы задержались в нише жертвы. Вообще, жертвенность — это очень непродуктивная такая, знаете, история. Я бы даже сказала, что это манипуляция. Где-то жертвы любят, чтобы их жалели, чтобы им помогали. Но это ошибочная иллюзия того, что тебе хорошо. Любая жертва практически, как мне кажется, ей нужна поддержка. Нужна поддержка, конечно, но практически любая жертва может выйти из этого состояния. Просто нужно, во-первых, осознать, что ты жертва, во-вторых, обратиться за помощью и захотеть выйти из этого состояния. Кузин классный, остроумный. Слушайте, эта характеристика очень подходит для ведущего какого-нибудь шоу. Я желаю ему карьерного роста. Ни в коем случае ничего плохого не хочу сказать, но мои представления о мужчине немного другие. Бабники к чему? Вот бабники к чему? К чему женатый мужчина, когда вы в роли любовницы? Знаете, к чему? Потому что к низкой самооценке, что вы не можете допустить в свое поле мужчину, для которого вы будете на первом месте. То есть вы, типа, такая недостойная. И в любовницах сойдет. И второй буду. И третий. Бабники. Они нарушают границы. Они вас предают. Не вас, а женщин. Бабник предает женщин своими изменами. Если она это поощряет, прощает, соответственно, это говорит о том, что у нее проблемы с самооценкой. То есть она позволяет собой себя так вести. При этом, естественно, она страдает, но пользуется отговоркой, что все мужчины полигамны. Это глупо, с моей точки зрения. Но выбор каждый. Знаете, какие сайты знакомств хорошие? Знаете, сейчас, к сожалению, я давненько не заходила, уже не могу вам посоветовать. Остался Баду. Ну, туда, наверное, перетекла аудитория из Тиндера. Но в него можно зайти только с Самсунга или с... Не через приложение, а так, через интернет как-то. Как думаешь... Как думаешь... Такие вопросы интересные. Спасибо. Как думаешь, можно ли любить двоих? Читала по гороскопу весов, что они могут и восьмерых любить. Я не весу, если что. Думаю, что нет. Думаю, что одно из ценнейших качеств человека – это все-таки расставлять приоритеты. Нужно выбрать. Если вы не можете выбрать из двоих мужчин, значит, по-настоящему ни один из них вам не нравится. Такая история. Когда есть чувство, любовь – это стопроцентная четкость, стопроцентный, как вам сказать, приоритет. Сто процентов приоритет. Если этого нет, тогда просто разная любовь. Ну, конечно, можно, если один из них, например, сын, другой мужчина, можно разная любовь. Но всегда, в любом случае, я считаю, что если присутствует несколько мужчин, вы обманываете обоих. Потому что мужчины точно так же, как и женщины, ценят верность. Точно так же хотят построить семью. Точно так же хотят искренности в отношениях. Если вы, женщина, ведете двойную игру, понятное дело, что вы травмируете мужчин. Пиджак очень вам идет. Спасибо большое. Люблю этот костюмчик, он такой легкий. Да, я сейчас поеду за Савушку. О, мне уже как раз нужно выезжать. Поэтому, как относитесь к разнице в возрасте, когда мужчина младше более чем на 10 лет? Вы знаете, у меня не было опыта общения с мужчинами, которые более чем на 10 младше. Было примерно на 10 младше мужчины. Наверное, я еще не прочувствовала прям сильной такой разницы, потому что по своему мироощущению я сама себя почти на 10 младше. Но, в целом, вот эту историю, то, что я говорила иногда в каких-то ситуациях про материнский инстинкт, она присутствует. Поэтому я бы, конечно, наверное, не стала рассматривать. Психологи говорят, что есть биологический возраст. Есть такая история, как климакс у женщин после 45 лет. Есть такая история, как мужская дисфункция после 50, или просто идущая на спад. Поэтому, если разница в 10 лет, допустим, что у женщины идет половая функция на спад, в 45, допустим, мужчине 35. То есть это у него, получается, самый, как Карлсон, в самом расцвете сил, а у женщины уже на спад. Чем это чревато? Конечно же, ему захочется заполучить больше самочек в свое поле. Потому что у него это самое ресурсное состояние в этой теме. Я бы не стала прям рассматривать такую историю, но, опять же, очень много индивидуальных случаев, когда, наверное, люди счастливы. Но мне кажется, что это до поры до времени. Или мужчина нашел в отношениях маму. Знаете? Вот она такая классная. Она закрывает его незакрытую потребность в отсутствии материнской любви. И вот он такой на 10 лет ее младше кайфует рядом с ней. Вот у меня почему-то такие ощущения. Если мы говорим о том, что партнеры находятся оба в взрослой позиции, что это два взрослых партнера, ну, сложно мне представить, что у них разница 10 лет, когда женщина старше на 10 лет. Пока что мне сложно это представить. Последний вопросик и буду собираться, чтобы мне поддать. Привет из Белгорода. Обожаю за вами наблюдать. Спасибо большое, Лилия. Очень приятно. Как же рада за Юлю, что она избавилась от этого морального урода. На самом деле я тоже очень рада. Я очень горжусь ей. И в предвкушении всего самого только, самого прекрасного, самого лучшего. Я горжусь ей, и я хочу вам сказать, что ей приходится мало того, что, как вам сказать, приводить себя в порядок после абьюзивных отношений 10-летних, справляться с судами, еще противостоять большой такой, знаете, неприятной агрессии в ее сторону из-за каких-то моментов внешнего проявления, которые не устраивают аудиторию, привыкшую к определенному типажу, к определенному образу. И тут ей, конечно, памятник нужно поставить, потому что, когда идешь против толпы, когда толпа тебя осуждает, это неприятно всегда. И у меня в свое время тоже был такой период, когда меня осуждали, мне было сложно. Вот эти осуждения пожирали очень много моей энергии, не хочу даже об этом вспоминать. Добрый день! Вчера посмотрела фильм «Я богиня», вы отлично сыграли роль красотка. Спасибо огромное! Я вот все должна сходить на свой фильм, не на свой, а где я снималась, ищу себе компанию, и хочу получить истинное удовольствие вам. Кто пошел посмотрел «Я богиня», большое спасибо, большое спасибо за обратную связь. Очень приятно. Мне было приятно с вами пообщаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за просмотр!